Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжаем чтение книги «Песнь песни Соломона» на библейском портале экзегет. Сегодня у нас седьмая глава. Мы расстались с невестой, которая сошла в Ореховый сад, чтобы там иметь встречу с своим возлюбленным. Седьмая глава начинается с воззвания, которое, возможно, принадлежит хору черри иерусалимских. «Оглянись, оглянись, Суламита! Оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя!» Это единственное место «Песни песней», где возлюбленная именуется по имени Суламита. Ее имя производно от Соломон. Как у нас христианин – Христос, душа человека по природе христианка – Суламита. А Он – Христос, шалом, мирный. Это Господь. Она увлечена. Она хочет туда, за колесницами знатных, за колесницами Аминадава. Она хочет бежать за Христом. А чири иерусалимские вдруг окликают ее. «Оглянись, оглянись, Суламита! Оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя!» Действительно, мир, он не может видеть Христа. И тогда он просит Церковь. Он просит Церковь, чтобы она оглянулась. Церковь, спроси ее, чего она хочет. Душа праведная, спроси ее, чего она хочет. Все оставить, бежать с гор Галаадских и устремиться к возлюбленному, ко Христу. Но оглянись. Оглянись, и мы посмотрим на тебя. Мир смотрит на Церковь. Чтобы в ней, через нее, узреть того, кем увлечена и кому устремлена Церковь, душа праведная. А жених, тут можно как угодно, как будто немножко недоволен или недоумевает, он говорит, а что вам смотреть на Суламиту? Жених, он рад ее встретить, он рад принять ее в свои объятия. И она бежит к нему, и вдруг ее окликают, она отворачивается от него и смотрит на тех, кто ее позвал. Что вам смотреть на Суламиту, как на хор Манаимский или Маханаимский в еврейском тексте? Это потрясающе. Господь хочет соединения с нами. Он этого очень хочет. Как один священник сказал, Господь хочет нашего спасения больше, чем его хотим мы сами. Его не надо умолять, чтобы он нас спас. Он нас умоляет, чтобы мы не отстранились от спасения, которое дарует нам. Хоровод Маханаимский – это интересное место. Это место на восточной стороне Иордана – это там, куда пришел правотец Яков уже с своими сыновьями, с Ли, с Рахилью, с сыновьями, со всем достатком, который он обрел в доме Лаванова. Это там, где происходит его ночное борение с Богом у потока Явук. И хор Маханаимский – это здесь двойственное число этого слова «аим», окончание двойственного числа на иврите. То есть это то, что мы сейчас называем антифон. Это такой двойной клирос, который, перекликаясь, поет. Святой Игнатий Богоносец видел, что на небесах поют антифонно. И вот этот хоровод, который с двух сторон. Кстати, пророк Исаия видел серафимов, окрест Господа. И есть такое восприятие, что он видел все-таки два серафима, а не просто много серафимов. И они взывают друг к другу. И вот этот хоровод – это опять образ церкви. Смотреть на Суламиту, на церковь, как на хор Маханаимский. Это перекличка земли и неба. Это те, кто земной клирос и небесный. И эти два хора, они и есть Божья Церковь. И дальше хор. Он опять воспевает невесту и дается вновь ее образ. Теперь уже третий. Что-то опять повторяется, что-то иное. Во-первых, здесь дается ее образ, уже не поясной, а полный. Причем, если сначала это был образ вверху-вниз, церковь, как небо, сошедшее на землю, то здесь снизу вверх, как земля, восхищенная и вознесенная на небо. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая!» Церковь ноется черью именитой. И действительно, множество имен. Она и святая, она и кафолическая, она и единая, она и прекрасная, она и православная. У нее очень много имен. «Прекрасны ноги твои в сандалиях, прекрасны ноги благовествующего», — говорит пророк. «Обуйте ноги готовностью благовествовать мир», — говорит апостол Павел. И вот это ноги церкви, это ее миссионеры, которые идут в дальние края и провозвещают Слово Божье. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, священное, трепетное, как дело рук искусного художника, ожерелье, изготовленное божественным ювелиром». Таким изображается окружение бедр невесты. Красота соединения человека и Бога, души праведной и того, который дарует эту праведность. «Живот твой — круглая чаша, в которой источается ароматное вино. Чрево твой — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Живот — чрево, образ чувственности. Здесь же живот — это круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Вино — напиток совершенных, веселящий сердце человека. И церковь — это тоже круглая чаша, исполненная этого ароматного вина. Это и кровь Христова, это и благодать Святаго Духа, доступная совершенным. Вы благоухание Христова, говорит святой апостол Павел праведникам. Чрево твое, как ворох пшеницы, продолжается евхаристический образ. Христос — божественный злак, произросший от удолей земных, и Он же истинная виноградная лоза. Он питает и напаяет в жизнь вечную. Он истинный хлеб, сшедший с небес, и Он истинная виноградная лоза, напаяющая вином веселье вечного. Чрево твое, как ворох пшеницы, обставленный лилиями. Какие потрясающие, удивительные образы восточной поэзии. И здесь ими описывается праведная душа, описывается церковь Христова. «Два сосца твои, как два козленка, двойни серны». Мы этот образ уже обсуждали. Сосцы церкви, Ветхий и Новый Завет, питающие млеком, молоком, начинающих в вере, которые, как два козленка, двойни серны, то есть они неразделимы. И Ветхий и Новый Завет неоднократно пытались разделять В христианстве говорили о ненужности Ветхого Завета, в иудействе вообще о неприемлемости Нового Завета. Но это два козленка, это двойня единой серны, то есть единого божественного откровения, которым напаяется и питается человеческая душа. «Шея твоя, как столб из слоновой кости». Слоновая кость матово-белая и твердо-крепкая. Это образ чистоты, непорочности и мощи. Церковь, как столб и утверждение истины, на которой утверждается Господь в этом мире. «Глаза твои, как озерки есевонские, что у ворот Бат-Рабима». Или в другом переводе «Дочерей многих». Бат – это дочь. Бат-Рабима – дочери многих. Здесь ассоциация с столицей Моавитского царства, восточнее Иордана Мертвого моря. И там были цистерны. Скорее всего, они являются этими озерцами есевонскими, в которых потрясающе отражается голубизна неба. «Глаза твои, озерки есевонские, то есть отражают небо. Когда смотришь в глаза человеку, то видишь его душу. Когда смотришь в глаза праведника, то видишь небо, Царство Небесное, отражающее его. У ворот Бат-Рабима, потому что там, у ворот, там определяется и решается все. Это место, где собираются старейшины. И там были эти озерца, эти цистерны, возможно, пили воду старейшины тогда из этих озерцов. Вот это все образ очей невесты. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Очень такой своеобразный опять мощный образ. То есть на севере Израиля некая башня. Мы не знаем, с чем точно ее отождествлять археологически, но, судя по всему, все-таки она имела место, а, возможно, и поэтический образ. Башня ливанская, там уже на севере Дамаск, который рассматривался как враждебная сила. Оттуда не однажды приходили враги, угрожавшие Израилю. И нос, обоняющий запахи, вот он подобен этой башне, обращенной к Дамаску, запах смертоносный, как говорит святой апостол Павел. То есть это сила, которая защищает душу человеческую от тех внешних нападений с севера, от холода, искушений. «Унесись, ветер северный», как мы на прошлой беседе об этом слышали. «Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твои, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как кормил?» «Кормил» — это гора сада. Там был пророк Илья. Голова, как кормил, гора сада. Голова наверху — гора. В горе имеем сердца. Сад — это, конечно же, уже ассоциация с садом эдемским, с садом райским, с садом небесным. И помыслы человека праведного, помыслы Церкви Святой Божией, то ее богомыслие — это уже и есть тот эдемский сад, это есть кормил, это есть гора сада, где мысль о горнем, о горнем помышляйте, а не о земном. И волосы на голове твои, как пурпур, огнистые волосы, означающие славу Господню, которая не спускается у невесты с головы. Ее слава и честь. Царь увлечен твоими кудрями. Это уже опять повторяющаяся мысль, что как душа увлечена Христом, но и Христос, Он жаждет видеть праведную душу, Он жаждет Свою Церковь, Он увлечен ею, Он радуется и веселится, созерцая красоту, красоту того, что Сам сотворил. И вот ее образ, полный уже образ невесты, и жених восхищается. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоей миловидностью. Миловидность. Мы как будто даже стараемся быть вредными и неприятными. Как будто мы так самоутверждаемся и ограждаемся. А Христос, Он привлекается миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твое, как отличное вино, оно течет прямо к другу твоему, услаждает уста утомленных. Так или иначе, все эти образы нам уже знакомы по предыдущим главам. Жених жаждет сочетания с невестой. Он хочет быть с нею. Он хочет объединения с ней. И весь этот образ, он говорит о брачном сочетании, о брачной любви, которое бывает между мужем и женой, к которой устремляются жених и невеста. Этот стан твой похож на пальму. Праведник процветет, как пальма, и возвысится, как кедр на ливане, воспевает псалмопевец. И груди твои на виноградные кисти. Теперь уже они источают не молоко для начинающих, словесное молоко, а вино для совершенных. Это уже то состояние, когда совершенная душа сочетается со Христом, и когда Христос объемлет эту душу в своих объятиях. уста твои, как отличное вино. То есть, они теперь источают это божественное слово, эту божественную благодать, и оно течет прямо к другу моему. С одной стороны, это сочетание праведной души со Христом, а с другой стороны, услаждает уста утомленных, тех малых сих, которые через святых услаждаются от утомления пребывания в мире всем. И весь этот образ, образ сочетания. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвелили гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония. У дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Опять какие поразительные образы. Порой, слушая христиан, общаясь с ними, порой наблюдая за самим собой, такое ощущение, как будто люди боятся Христа. Им нужно, чтобы кто-нибудь его у милости вел. Это почти по поговорке «На воре шапка горит». Но на воре-то она и действительно, пожалуй, и должна гореть. Но здесь совершенно другие состояния. «Я принадлежу другу моему». Христос говорит, «И уже не называю вас рабами, но называю вас друзьями». Эти слова его обращены к ученикам. Авраам – друг Божий. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». «Блаженна та душа, которая однажды испытает, что к ней желание Христа». «Счастлив день, когда моя душа испытает желание его, но тысячу крат счастливее тот день, когда ощути, что он хочет тебя». «И ко мне обращено желание его». И отзывается душа. Мы не обращаем внимания на богородичное толкование только несколько раз. Вот и здесь. «Приди, возлюбленный мой, да будет мне по слову твоему», говорит причистая дева. Она готова принять его в себя. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах». Душа, она ждет Христа. В заключительных текстах Апокалипсиса и дух и невеста говорят «Приди». Невеста – это моя душа, это Церковь Христова. И дух и невеста говорят «Приди». А то говорят, что вот если мы будем вести себя праведно, то второе пришествие еще отодвинется. Чем праведнее мы себя будем вести, тем ближе второе пришествие. Это греховный мир не хочет этого пришествия. А Церковь хочет, душа праведная хочет. И дух и невеста говорят «Приди». Да коли я буду томиться. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, пойдем в селах». В поле есть мир, как говорит Христос, толкуя притчу. «И поутро пойдем в виноградники». Возлюбленные уединены, они вместе. Посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, то есть пришло ли время, раскрылись ли почки, расцвелили ли гранатовые яблоки. Это все образы готовности. Мы слышали о заклинании «Не будите ее, доколе ей угодно». А здесь обратный образ. Посмотрим, не настало ли уже время, не готово ли уже все, и там я окажу ласки мои тебе. Или в соответствии с еврейским текстом «Там я дам тебе сосцы мои». То есть там произойдет это сочетание. Подтверждается. Мандрагоры уже пустили благовоние. Мандрагоры, это по восприятию древних, возбуждает любовь супружескую. И вот они уже пускают благовоние. У дверей наших всякие превосходные плоды, новые старые, ветхие, новый завет. Это сберегла для тебя, мой возлюбленный. Это праведники Ветхого Завета. Это Авраам, это Исаак, это Яков, это Моисей, это Давид. И новые, это святые апостолы, это мужи апостольские, это мученики, это преподобные. И сберегли мы для тебя, мой возлюбленный. Эти плоды и новые старые соответствуют опять состцам невесты. И все это теперь отдается ему. Это Я сберегла для тебя. Тут можно перейти прямо на такую конкретику. Как растрачиваются современные девушки, непонятно для кого. Что они оставят своему будущему мужу, если все уже растрачено, все разбросано и утрачено? Это надо сберечь. И вот церковь тоже все это сберегла. Нас постоянно искушают все растерять, бросить то, отказаться от этого, не делать так. Это все должно быть сбережено и возвращено тому, кто нам это дал. Это сберегла я для тебя, возлюбленный. И вот когда настанет день, и моя душа, и твоя душа встретятся со Христом, что сберегли мы для Него? Или как там у апостола, как бы из огня. То есть все сгорело. Ничего для Него. Вот разве лишь еще по Его милости самому не отправиться на мучение? Песень песней это высочайшая песнь. Это песнь невесты. Это песнь единой, чистой, голубицы. Это не песнь цариц, наложниц и девиц без числа. Это песнь той, которая все, что получила от Бога, все для Него и сберегла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok